Здравствуйте! В эфире программа «Законодатели» студии Ирины Никешина. В преддверии Нового года мы проведем серию интервью с председателями постоянных комиссий собрания депутатов Неницкого округа, чтобы подвести итоги уходящего года и обозначить те вопросы, которые останутся в поле пристального внимания депутатов в 2020 году. И об этом мы сегодня поговорим с вице-спикером регионального парламента, председателем постоянной комиссии по делам Неницкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользования окружного собрания депутатов Матвеем Чупровым. Матвей Михайлович, здравствуйте! Добрый день, Ирина! Добрый день, уважаемые телезрители! Вы являетесь председателем постоянной парламентской комиссии по делам Неницкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию. Без пристального внимания к этим вопросам сегодня трудно представить развитие территории российской Арктики. Какие наиболее значимые решения для нашего региона в сфере экологии и природопользования были приняты в текущем году или рассматриваются в настоящее время? В работе нашей комиссии действительно очень много вопросов. В основном они посвящены деятельности коренных малочисленных народов, их развитию на территории Неницкого автономного округа. Мы формируем всевозможные законодательные инициативы, которые направлены на улучшение их жизни, на поддержку их традиционного образа жизни. Также это вопросы экологии, вопросы природопользования, вопросы использования земельных ресурсов на территории Неницкого автономного округа. Но сегодня действительно перед Новым годом можно подводить итоги и сравнивать те планы, которые были у нас, и то, что мы сделали в течение года. Удалось сделать действительно многое. Было много хороших законодательных инициатив, много предложений, которые мы вырабатывали. Вот буквально последнее на днях администрация Неницкого автономного округа приняла изменения в постановлении и снизила выкупную цену кадастровую для земельных участков, которые находятся в аренде у граждан. То есть человек построил дом. Раньше людям приходилось выплачивать 60% от кадастровой стоимости, и стоимость участков у нас доходила в Нескопном округе до миллиона рублей. Естественно, граждане это не могли сделать, и за год всего выкупалось 3 участка. И мы это просто смотрели на комиссии, были внесены соответствующие изменения администрации. По нашему предложению и кадастровая выкупная цена будет составлять 5% от кадастровой стоимости. То есть, по сути дела, она снизилась в 12 раз. Ну и таких примеров на самом деле много. Значит, в течение года были внесены изменения в закон об оленеводстве в Неницком автономном округе. Оленеводы, они находятся под нашим особым вниманием, нашей заботой. И какой бы вопрос ни рассматривался на заседаниях, собраниях депутатов, на комиссиях, мы всегда акцентируем внимание на то, как те или иные законы и те или иные наши решения отразятся на жизни оленеводов. Ну и стараемся их максимально защищать, их интересы. Интересы связаны с рыбалкой. Это, наверное, касается всех жителей нашего региона. Вот тоже мы активно поработали в этом году. Особенно то, что удалось сделать, это, конечно, мы поработали так над основным документом, который регулирует правила рыбоводства на территории Неницкого автономного округа. Вот, значит, в настоящее время есть проект, который был подготовлен. И в период общественного обсуждения, когда была возможность повлиять на его решение, на те моменты, которые будут в нём заложены, мы так постарались максимально привлечь население и сами вопрос очень глубоко рассмотрели. И на комиссии приняли рекомендации, которые в последующем направили в Министерство сельского хозяйства. Значит, подключили к этой работе наших депутатов Государственной Думы и Совета Федерации. И вот уже сегодня был ответ, что часть наших предложений будут учтены в новых правилах, которые будут приняты. Ну и работа постоянная, она идёт без остановки. И обращения граждан постоянно идут. Кто-то с просьбой решить тот или иной вопрос, поддержать то или иное направление, мы работаем. Каким образом решается вопрос об инвентаризации и ликвидации накопленного экологического ущерба в нашем регионе? И насколько защищены природоохранные зоны у нас на территории? Ну, предоохранные зоны, наверное, защищены, потому что, в первую очередь, сегодня в округе основная проблема связана с экологией. Это, вот как верно отметили, это существующий ущерб, который был накоплен в годы георазведки, в годы работы гидрометилостанций на всей территории Нинско-автономного округа. Тогда, к сожалению, требования к экологическому законодательству были совершенно другие. И при проведении работ не всегда обращалось внимание на то, что останется после ухода, например, геологов из тундры. И зачастую есть такие случаи, где брошенные бурвы и химреагенты, всевозможные металлом, остатки живых строений. И таких территорий на территории Нинско-автономного округа довольно-таки много. Ну, вот одна Андрома, чего стоит. Целый посёлок, по сути дела, который был брошен и военными, и геологами, и после них, в котором осталось огромное количество мусора. Значит, ну вот позиция нашей комиссии в этом отношении какая? Ну, во-первых, конечно, мы всегда рассматриваем и очень глубоко рассматриваем те вопросы, которые связаны с деятельностью администрации Нинско-автономного округа в этом направлении, и особенно при формировании бюджета. То есть всегда на эти моменты обращается внимание. Ну, что удалось достигнуть? Мы вот настаиваем очень активно на том, чтобы в Нинско-автономном округе была завершена инвентаризация накопленного ущерба, чтобы понять, как бы, и всё, и учесть весь мусор, который у нас на территории собран. Вот, к сожалению, не удалось это сделать в прошедшем году, вот, надеемся, что это получится сделать в следующем году, по крайней мере, депутаты все на этом крайне настраивают, потому что мы не можем выстроить планы по ликвидации, пока не будем знать полностью объема, да, ну весь объем, который существует. Но если брать тот вопрос, каким образом вообще ликвидация идёт, оно идёт, ну, в принципе, идёт всё нормально, потому что у нас существует в стране большой такой проект, который называется «Чистая страна», и ряд объектов Нинского автономного округа, в частности, Андерма, она потенциально может в него войти с точки зрения финансирования, да. В Андерме сейчас заканчиваются работы по составлению проекта на ликвидацию накопленного на территории посёлка ущерба, и после того, когда данные будут полностью собраны, всё будет посчитано, будут посчитаны объемы работ, мы надеемся, что поступит федеральное финансирование, федеральная поддержка, которая позволит провести полноценные работы уже по ликвидации ущерба, по сохранению, вывозу тех отходов, которые существуют. Вот, есть проблема со свалками, но она решается, особенно в населённых пунктах, но она решается несколько другим путём, вот, значит, и уже в бюджете на следующий год у нас запланировано очень много средств именно на ликвидацию свалок в ряде населённых пунктов, для того, чтобы их там полностью не было. В следующем году планируется, что во всех населённых пунктах будут сформированы площадки для накопления твёрдых бытовых отходов, то есть они будут оборудованы соответствующим образом, и мусор не просто будет разноситься в разные стороны, как бы, это будут компактные такие места с ограждением, ну, частичная сортировка, как бы, мусора, ну, то есть, по-моему, металлом будет лежать в одной стороне, как бы, тут мусор, который необходимо вывозить, будет лежать в другой стороне, и вот эти работы должны быть проведены по всему, по всем населённым пунктам Нинско-автономного округа. Инициативу регионального парламента поддержали о сроках накопления вот этого, вот этого мусора, да, на сёлах с 11 месяцев до 3 лет? До 3, да. Ну, это было такое предложение, которое было сформировано именно в стенах нашего регионального парламента, и его поддержали многие другие регионы, вопрос осматривался на заседание Парламентской Ассоциациям Северо-Запада России, и, к сожалению, правительство её не поддержало на сегодняшний день. Ну, будем добиваться, двигаться дальше для того, чтобы отстоять это мнение. Здесь дело, ну, как бы, в чём заключается, потому что, вот, с точки зрения, ну, любой, наверное, здравомыслящий человек, как бы, скажет, что ничего страшного в этом нет, чтобы, ну, в любой, как бы, деревне, например, в отдалённый мусор собирать не один год его возить, как бы, собирать его 3 года для того, чтобы сформировать нормальный объём, и то, что он пролежит на площадке временного накопления не год, а три, ничего страшного от этого не произойдёт. Но это позволит, в конечном итоге, сэкономить бюджетные средства, которые действительно потребуются много для реализации, ну, на сегодняшний день той программы, которая запланирована по изменению обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Такая, ну, серьёзная, на самом деле, тема, которая всех волнует. Мы, с точки зрения, как бы, ну, вроде бы, это не касается, там, малочисленных народов, да, как бы, это больше вопросы, как бы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Даже вот сейчас, когда этот вопрос рассматривали, мы это однозначно так оставим, что, например, оленеводы не должны получить с Нового года, как бы, счета на оплату, потому что находятся в тундре, и они, ну, не участвуют, ну, не создают мусор, и они, в принципе, ничего не должны платить в населённых пунктах. Вот. Наставим на том, чтобы жители деревень, где, если никаких изменений не произойдёт, как бы, чтобы они тоже, как бы, не платили непонятно за что. Вот. То есть всё должно быть очень адекватно, как бы, правильно, и... Ну, в конечном итоге мы должны всё-таки прийти к тому, что и жители должны это почувствовать, что тот мусор, который производится, он действительно собирается, он не валяется там где-то за посёлком, как бы, или просто сжигается, или, ну, лежит, как на свалках, на свалках, которые были, как бы, раньше. Вот. А действительно мы, что он перерабатывается, убирается, и отходы не давят нас со всех сторон. Расскажите, какие меры социальной поддержки оказываются регионам, в нашем регионе лицам из числа КМНС. И какие вопросы в этом направлении удалось решить в этом году? Ну, и что предстоит сделать? Ну, мир, на самом деле, оказывается довольно-таки много. Они касаются, ну, разных своих населений. Ну, в первую очередь, конечно же, население Кочующего, которое занимается оленеводством, которое ведёт традиционный образ жизни. Вот. Они совершенно разные. Это поддержка и... ну, в рамках хозяйств, конечно же. Вот. Ну, и поддержка социальная, там, студентов из числа коренных и малочисленных народов, детей оленеводов, поддержка пенсионеров. Отдельный большой пласт — это поддержка именно оленеводов, которые, ну, удалось, как бы, повысить уровень социальной поддержки за счёт индексации, как бы, пособия, которые получают оленеводы ежемесячно, так называемые квартальные выплаты. Вот. Ну, за то, что, по сути дела, они ведут кочевой образ жизни, как бы, и лишены тех благ, которыми пользуются все остальные жители низкоавтономного округа, которые живут непосредственно в населённых пунктах. Большая проблема, с которой мы столкнулись в прошлом году, что, к сожалению, например, некоторые механизмы по получению оленеводами тех же самых аптечек, они были настолько сложные, что количество аптечек, ну, вот норма есть у нас в законе, она предусмотрена, что оленеводы ежегодно должны предоставлять аптечку медицинскую. Вот с определённым набором препаратов. И мы столкнулись в прошлом году с такой проблемой, что не все эти аптечки получали, ну, уровень их, не все даже об этом знали, не все могли написать заявление. Вот. И в течение года этот механизм был полностью перестроен. Во-первых, мы расширили перечень лекарств, которые входят в аптечку. Ну, вот те лекарства, которые действительно нужны, их стало больше. Вот. Ну, там, те же самые перевязочные материалы, бинты, которые могут пригодиться в любое время. Вот. И изменили, как бы, порядок предоставления, как бы, и постарались максимально охватить всех. Департамент социальной защиты, который за это направление отвечает, как бы, он это всё сделает, сейчас с этим проблем не существует. Возникла другая проблема. Она, опять же, связана, ну, сталкиваются, наверное, и многие жители Нинского автономного округа, но оленеводы особенно связаны с необходимостью перерегистрации тех или иных социальных выплат ежегодно. И была такая ситуация, например, там, необходимо до 1 июля провести перерегистрацию по детским выплатам. Оленеводы находится тундре, они это сделать не могут, ну, и приезжают, условно говоря, в сентябре. Да, в сентябре они перерегистрацию проходят, но за те вот месяцы, которые прошли, к сожалению, уже эту выплату не получают. И администрация, насколько я знаю, этот вопрос решила. Вот. И произошло пересмотр подходы в этом направлении, как бы, и именно с оленеводов, именно с качающего населения. Часть, вот, выплат, которые необходимо перерегистрировать, как бы, они были сняты, как бы, то есть перерегистрация отменена. Ну, зачем, как бы, это делать, потому что это лишняя нагрузка. Да, и мы очень надеемся, что эта же формула, как бы, будет проведена и применена в отношении, как бы, других социальных выплат, потому что, ну, нельзя, как бы, людей, как бы, гонять ежегодно, делать одно, как бы, и то же. И, во-первых, это и работа, как бы, увеличивает очень сильно управление, как бы, соцзащитой, к сожалению, которая, вот, на сегодняшний день, как бы, не справляется с своей работой, как бы, потому что не то, что люди плохо работают, просто в связи с этой перерегистрацией, количество заявлений, оно, как бы, очень сильно увеличилось, и люди просто не успевают это сделать. Вот. Будем надеяться, что она распространится на все остальное. Вот. Ну, а социальная поддержка, она, в принципе, необходима. Вот. И тут мы все должны, конечно, понимать, что в отношении именно кочующего населения это не просто какая-то там, ну, как бы, какие-то деньги, как бы, ни за что, да, как бы, это вот даже с точки зрения, как бы, происхождения, это их непосредственная поддержка, и, ну, бывают даже такие случаи зачастую, что вот в силу того, что низкие заработные платы, как бы, в хозяйствах, не все, как бы, их могут уплачивать, по сути, делают единственные деньги, на которые потом, как бы, вот, ну, семья живет, да, все остальное дает или рыба, или олень. Оленеводство — это традиционная отрасль хозяйствования в нашем регионе. Можно ли говорить сегодня о том, что она в эпоху современных технологий и промышленного освоения недр останется по-прежнему традиционной? И что необходимо сделать для ее развития? Ну, традиционной, наверное, мы должны все сделать для того, чтобы она осталась традиционной, для того, чтобы сохранилась та культура, которая существует, именно культура взаимоотношений человека и оленя между собой, вот, которая уже на протяжении не одной сотни лет доказала свою способность и жизнедеятельность, и которая, по сути дела, создаёт, ну, на сегодняшний день является основой существования целого народа. Вот. Если выбрать как бы оленеводство, ну, все было совершенно по-другому, и мы все должны делать, чтобы это сохранить. И как показывает практика, ну, вот в тех местах, где традиционные подходы оленеводства как бы уходят на задний план, к сожалению, это через определённое количество времени подходит к или к тому, что народ начинает от этого страдать. Вот. Потому что сила народа в том числе как бы и в том виде хозяйственной деятельности, которым он занимается, или же начинает как бы теряться сам процесс как бы именно связанный именно с оленеводством, да, начинает как бы страдать оленей. И та вот гармония, тот баланс, который существует, мы должны его всеми способами поддерживать. А то, что планик как бы развития, конечно же, как бы меняется, на месте не стоит. Вот. Приходят новые технологии, новые подходы. И это, с одной стороны, как бы помощь оленеводу, вот, в его как бы хозяйственной деятельности, потому что, ну, там, это если брать просто оленеводство как хозяйственную деятельность, да, как бы, ну, на секундочку забыть, что это ещё традиционный как бы уклад, в любом случае это набор определённых операций, которые нужно совершить для того, чтобы достичь нужного результата. А. Сохранить стадо. И. Б. Обеспечить выход продукции. На сегодняшний день, как бы, это мясо, там, оленины, рога и шкуры оленя и камусы. Ну, основные продукты, которые в конечном итоге оленеводы сдают и продают. Вот. И для того, чтобы это сделать, необходимо совершить ряд как бы операций. И на сегодняшний день технологии позволяют это сделать гораздо как бы лучше. То есть появляется новое лекарство, которое позволяет проще лечить оленей. И появляется, как бы, техник, которую можно использовать. Например, не всегда ездить на оленях, а вот в зимнее время, это сейчас все, как бы, в основном пользуются. Это, в принципе, ничего плохого там нет. Как бы использовать снегоход для окороливания стада. Если раньше для того, чтобы связаться с тем же самым населённым пунктом, как бы, ей передать какую-то информацию, необходимо было... Ну, раньше нужно просто было ехать, да, потом появились радиостанции, и ими пользовались, то сейчас, как бы, многие пользуются, если есть покрытие, обычным мобильным телефоном, как бы, или спутниковым телефоном, который есть. И этот процесс идёт, это он... Ну, я думаю, что здесь мы ничего не сможем делать, чтобы цивилизацию и развитие остановить, но сделать так, чтобы оленеводство гармонично вписалось в эту историю. И самое главное, не потеряло традиционный уклад. Это, наверное, наша общая задача оленеводов и законодателей, и администрации в Ленинском автономном округе, чтобы сохранить именно ту гармоничность, которая создала оленеводство и держит его на нынешнем, таком высоком уровне в Ленинском автономном округе. А в России уже оснащаются правила в сфере рыболовства. Вот с 1 января 2020 года рыбаки-любители должны будут ставить на учёт и маркировать рыболовные сети. Как вы относитесь к этому нововведению? И вообще, на ваш взгляд, для жителей Крайнего Севера должны быть какие-то преференции? Ну, для жителей Крайнего Севера в любом случае преференции есть, потому что вот то, что касается сетных орудий ФОО, именно районы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, это единственные регионы в России, в которых разрешён любительский ВОВ сетями. Во всех остальных регионах России он запрещён полностью. Ну, в системе изменений, которые были приняты федеральным законом. Ну, правила уже встречаются с какой-то точки зрения, что появились, ну, вот на сегодняшний день, да, то есть у нас прошло как бы два этапа. Первый этап — это изменение в законе о любительском рыболовстве, в связи с которым появилось необходимо с 1 января 2020 года проводить маркировку сетей. Вот, это вот, ну, уже свершившийся факт, буквально там через три минутки я вам расскажу, что нас в связи с этим ожидает. Вот, второй момент, как бы, это те правила рыболовства, которые устанавливаются приказом Минсельхоза и в соответствии с которыми, как вот, рыбаки у нас селуют. Я вот тоже в начале твоего выступления немножко рассказал как бы про то, что мы сделали. Мы очень надеемся, что эти правила, которые существуют на сегодняшний день, они будут изменены. И возможность беспрепятственно ловить рыбу на реке Печора в зимний период появится у всех жителей сельских населённых пунктов неископтанного округа. Это ошибка, которая изначально была заложена много лет назад, когда, значит, область этих возможностей была определена в границах муниципальных образований, которых, к сожалению, нет на реке Печора. И, ну, по сути дела, как бы, все, кто на зиму рыболовит, как бы любительские сетями, они, как бы, по сути дела, превратились в браконьерами. Очень надеемся, что был наведён порядок с доступом к тундровым озёрам граждан. Вот на сегодняшний день, по существующим правилам, на тундровых озёрах в Нинском автономном округе могут увидеть вообще все жители нашей страны. Именно, ну, я сейчас веду речь, как бы, именно о ловле, как бы, сетями. Вот. Мы надеемся, что всё-таки круг этот будет ограниченный, это будут только жители Нинского автономного округа, тем более, как бы, аналогичные подходы, сформированные в других регионах. И в Карелии можно увидеть только жителям Карелии, ну, в Архангельской области, в Нинском автономном округе вот так получилось, что всех. Как бы, тоже неправильно и несправедливо. Вот. Мы надеемся, что будут изменены подходы к нормам вывода биоресурсов, вот, ежедневных. И мы очень надеемся, что нас Росрабовство услышит и отменит, так как на сегодняшний день, как бы, в проекте этих новых правил рыболовства есть на это запрет, вернее, есть ограничение, на ежедневный вывод частиковых порогов рыб. То есть, по сути дела, как бы, вот, засилие, которое на сегодняшний день у нас есть, окуня, сороги, изяк, которые выбивают молодь белой рыбы. Рыбалка, и вывод которых очень был резко сокращен, как бы, в последние годы в Нинском автономном округе в связи с тем, что на них не было, как бы, спроса, и который выбивает на сегодняшний день белую рыбу. Мы очень надеемся, что рыболовство уберет из приказа, значит, как это планируется сейчас, ограничением по выводу, ну, по ежедневному выводу эта норма, как бы, исчезнет. То есть, сколько нужно окуне, столько его видеть. Ну, потому что мы понимаем, что идет полнейшее, как бы, засилие его в водоемах. Вот. А то, что связано с маркировкой сети, значит, действительно, с 1 января, как бы, эти правила вступают. Значит, я буквально позавчера связывался с представителями РСОБООСа здесь, как бы, у нас в Наримаре, в Нинском автономном округе. Значит, необходимо всем жителям, которые планируют ввести рыбалку именно, как бы, сетями в рамках существующих правил, обратиться в МФЦ и написать соответствующее заявление и поставить их в сети, как бы, чтобы они будут маркированы. Это не то, что нужно предоставлять в сеть, как бы, там, будет, ну, условно говоря, пишется заявление, да, я такой гражданин такой-то прошу, как бы, выдать разрешение на вот такую-то сеть, да. При этом не конкретную сеть, как бы, а на, значит, на ее тип, вот. Ну, и такие же разрешения нужно получить на всех. Если планируется, например, на Друговых озерах у нас одному гражданину можно оставить одну сеть, длиной, там, 50 метров, и увидеть, как бы, рыбу. Если планируется несколько человек, на каждого человека нужно оформить соответствующее разрешение. Гражданину будет дана информация, то есть номер, который он должен разместить на этой сети, и указать его, ее высоту, ширину, размер речи, потому что, ну, как бы, нитки, вот. Ну, и потом, как бы, это, когда будет это орудие установлено, ее разместить, ну, привязать к этой, как бы, сетке и, как бы, ловить спокойно рыбу, в соответствии с законом. У нас, видите, маркировка сетей тоже, как бы, она раньше была. На самом деле, ну, просто не было, не прицеплялся, как бы, номер. Хотя, наверное, многие ветераны, наверное, помнят, что в свое время, как бы, так же получалось разрешение на установку сетей. Номер разрешения, он указывался в табличке, как и фамилии, имя, отчество, какая сеть, и привязывался к деревянной табличке, которую привязывали. Я, по крайней мере, помню, что в 80-е годы, когда с отцом ездили на рыбалку, на печоре, вот в районе Кунюксу ставил, у нас к всем сеткам эти таблички были привязаны. У нас четыре сетки стояло. Там тетя, дядя ставили, ну, как бы, родители. Ну, рыбаков, наверное, нужно еще проинформировать по этой теме. Да, в любом случае, да, потому что мы сейчас вот выявили такой факт, что особенно в многих населенных пунктах люди не знают о том, что маркировка должна проводиться. Куда идти, с чем обращаться. Да, куда идти, да. Идти нужно в МФЦ, вот, и в ближайшее время как бы мы настаиваем то, чтобы Департамент природных ресурсов подготовил памятку и провел работу разъяснительную среди людей для того, чтобы нарушений никаких не было. Вот. Матвей Михайлович, не снимается с повестки дня проблема сохранения родных языков. И мы понимаем, что для решения этой проблемы необходимы какие-то новые современные решения. Как вы, кстати, относитесь к первому интернет-конкурсу каверов на ненецком языке, который проходил в Ямале, и в котором активно принимали участие наши жители? Нет, конкурс был на самом деле прекрасный, потому что вот именно вот такими современными способами, методами можно проложить мостик между, ну, по сути дела, затухающим родным языком и молодежью, как бы, возбудить новую волну в плане мотивации их, как бы, на изучение, на знание родного языка. Конкурс был вообще прекрасный, у нас много же участников было, от Нинецкого автономного округа, и они выступили довольно-таки достойно. Вот, инициатива была Ямала, ну, молодцы тоже они, вот, конкурс прошел, как бы, очень хорошо. Но, вот, в отношении, как бы, языков, эти вопросы у нас были в повестке дня, у нас был уже в собрании принят план по году языков, который проходил, и который был объявлен Организацией Объединенных Наций, у нас в России тоже был объявлен год коренных, год языков коренных народов. Значит, был, как бы, план, мы его довольно-таки отработали, значит, мы проанализировали выполнение закона о нинецком языке на территории Нинецкого автономного округа, к сожалению, ряд пунктов у нас до сих пор, как бы, не заработали, это связано с переводом на нинецкий язык официальной информации, вот, значит, было несколько заседаний комиссии у нас по этому поводу, ну, решили мы вопрос, на самом деле, и очень так его хорошо простимулировали, это связано с подготовкой учителей родного языка средними специальными учебными заведениями, это у нас такой существует до сих пор еще пробел, как бы, связан с тем, что, к сожалению, вот даже наш, как бы, колледж не имеет права готовить и выпускать дипломированных педагогов родного учителя и родного языка, ну, специальность учителя родного языка в связи с тем, что такая специальность, она отсутствует в приказе Министерства образования. Вот, этот вопрос мы подняли, рассмотрели на парламентской ассоциации Северо-Запада России, вот, депутаты нас поддержали из других регионов тоже в этом направлении, и приняли обращение правительства Российской Федерации для того, чтобы изменения в этот перечень были внесены. Мы очень надеемся, что это произойдет, потому что есть тоже и позиции Министерства образования по этому поводу, как бы, где они нас целиком в этом отношении поддерживают. Вот, ну, а чтобы действительно у нас ненецкий язык звучал, как бы, нужно, чтобы он звучал. Ну, чтобы он жил, язык нужно, чтобы он звучал. И мне вот было, на самом деле, очень приятно даже увидеть, вот, в автобусах у нас на Римаре в последнее время появились такие таблички, на которых написано, там, «Здравствуйте по-русски» и «Здравствуйте по-ниенецки». Там, «Сколько стоит билет?» — еще что-то. Вроде бы простые вещи, но на самом деле они, когда они появляются на виду, когда мы их постоянно видим, как бы мы начинаем, ну, к языку прикасаться, как бы, и появляется, как бы, стремление его знать. И очень, конечно, важно, чтобы молодежь, которая ненецкая молодежь, чтобы тоже стремилась знать ненецкий язык. Вот. Но это должно быть уже как-то по-современному, весело, в новых формах, вот, с позитивом. И думаю, что в этом плане было все хорошо. А язык нужно сохранять, потому что на сегодняшний день язык, в первую очередь, он же, и как бы это, с помощью языка несется культура, сохраняется культура, сохраняется традиционный уклад жизни, потому что оленеводство, в принципе, ненецкое оленеводство, без ненецкого языка, оно невозможно, потому что огромное количество слов, которые используются, например, в оленеводстве, в том числе и для объяснения многих специфических процессов, оно есть только на ненецком языке русских аналогов, их не существует. Наша программа «Подход к завершению». Матвей Михайлович, чего бы вы пожелали нашим телезрителям, жителям нашего региона? Ну, в новом году. В новом году. Ну, мне хочется пожелать всем, конечно же, здоровья, счастья, семейного благополучия, а нашему родному Ненецко-автономному округу процветания, благополучия, чтобы больше у нас поступлений было из федерального бюджета, чтобы нефть ни в коем случае не подешевела, потому что от этого напрямую зависит состояние нашего бюджета и богосостояние нашего жителей. Ну и хочется, чтобы те планы, которые существуют по развитию нашего региона, они обязательно сбылись. И жители Ненецко-автономного округа почувствовали этот результат. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Будем рады видеть вас снова. Спасибо вам большое. С наступающим Новым годом. Всех благ вам, вашим близким. Спасибо большое. Мы смотрели программу «Законодатели». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова